Я вышел из биткоина. Хватит с меня этого биткоина. С сегодняшнего дня только регулируемые рынки. К черту биткоин. Надеюсь, он упадет до нуля. Ноль долларов. Это неизбежно. Шортите эту пирамиду. Всем привет, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. И добро пожаловать в новый выпуск. Кажется, каждый день теперь начинается возгласом Вау, что с тобой, традиционный рынок? Или что с тобой, биткоин? Биткоин падал до 5,5 тысяч. Ликвидировано позиции почти на 2 миллиарда долларов. Что ж, владельцы бирж могут ликовать, обеспечили себе безбедную старость. Хочешь заработать на биткоине? Создавай свою биржу. Европейцы больше не могут путешествовать в США на протяжении 30 дней. Причем это повлияет на объемы торговли и грузов. НБА приостановила сезон. Школы закрываются. Это уже докатилось и до меня. Карантин в Киеве. Если это не чрезвычайная ситуация, то я не знаю, что это. То, о чем все говорят, до сих пор распространяется. Очень грустно наблюдать эту красную точку прямо у себя в стране. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Сегодня мы посмотрим на биткоин, на традиционные рынки, на ситуацию в мире, которая сейчас выглядит не самым оптимистичным образом. Прежде всего, хочу сказать, если вдруг есть такие люди, которые смотрят сейчас это видео, мне действительно жаль, что вам не повезло избежать этого. Это не круто, выздоравливайте. Вы понимаете, о чем я. Ютуб сейчас крайне жестко цензурирует речь, поэтому приходится выражаться чуть ли не секретами. Мне абсолютно не нравится та ситуация, в которой находится мир, но нужно начать с экстренного сообщения Дональда Трампа, который обвинил Евросоюз в том, что их власти провалили задачу принятия жестких ограничений путешествий в Китай и другие горячие точки. Сегодня Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что это глобальная пандемия. Мы работаем в тесном контакте с нашими союзниками. Федеральное правительство и приватный сектор как никогда сильны, чтобы защитить американский народ. После консультаций с нашими лучшими медиками-профессионалами, я решил предпринять несколько жестких, но необходимых действий для защиты здоровья и благополучия всех американцев. Чтобы предотвратить новые случаи заражения в нашей стране, мы запретим все путешествия из Европы в США на протяжении следующих 30 дней. Новые правила вступают в силу с полуночи в пятницу. Эти ограничения будут регулироваться в зависимости от изменения условий. Будут исключения для американцев, которые пройдут необходимые тесты. Эти меры будут применены не только к торговым и грузовым перевозкам, но и ко множеству других вещей. Это абсолютно все, что едет из Европы в США. Однако эти ограничения не касаются Великобритании. Одновременно мы наблюдаем за ситуацией в Китае и Южной Корее, и с улучшением их ситуаций мы пересмотрим меры и ограничения, которые сейчас есть, для возможной их ранней отмены. Как вы понимаете, теперь это уже не шутка. Все это очень серьезно. Никаких транспортных связей между Европой и США. Подумайте, что будет с экономикой, которая и так уже страдала, и такие меры ей явно на пользу не пойдут. Ей станет только хуже. И мы уже видим это на традиционных рынках. На ваших экранах и мини-фьючерсы для S&P 500, а как мы знаем, основные фондовые индексы еще вчера торговались на 20% ниже исторических пиков. Сегодня это уже более 25%. Что же это значит? Обычно, если цены падают больше, чем на 16%, считается, что официально рынок медвежий. Об этом сообщает теория Доу, которой мы уже когда-то говорили. Поэтому незачем судить тех, кто говорит, что традиционные рынки находятся в медвежьем тренде, потому что по определению это именно то, что происходит сейчас. Еще два месяца назад кто мог вообще всерьез рассматривать вспышку неизвестной заразы в далеком Китае? Ну кроме Питера Шифа, который два месяца назад призывал всех бежать абсолютно со всех рынков. Я очень рад, что я снял об этом видео. Конечно, неизвестную заразу нельзя рассматривать как причину, но лишь как катализатор. Огромные пузыри национальных долгов, корпоративных долгов, денег, которые раздували рынки. Вот это было настоящей причиной. А неизвестная зараза всего лишь катализатором. Конечно, ситуация совсем нехорошая, и самое большое влияние на экономику еще впереди. Нет, ну вы просто задумайтесь. Вдумайтесь в эти слова, спокойно и в тишине. Европейцам нельзя посещать Соединенные Штаты на протяжении месяца, начиная с завтрашним днем. Вообще нельзя. Да за всю мою жизнь такого не было никогда. Подумайте, как много бизнес-встреч, сколько деловых встреч, сколько перевозок, транспортировок и так далее просто отменится. Это очень, очень серьезно. И, к сожалению, к большому моему сожалению, биткоин не оказался исключением. Пока что. Господи, да что же я за человек такой? Что должно произойти, чтобы я потерял веру в биткоин? От начала и до конца со своей философией. Конечно, многие люди интересовались, может ли биткоин считаться защитным активом во время таких исторических моментов. И то, что мы понимаем, глядя на биткоин сейчас, нет. Он не может быть защитным активом, по крайней мере на данный момент. Но биткоин еще недостаточно долго живет, он до сих пор новый. Большинство людей, которые холдят биткоин, держат его только из-за спекулятивных целей. И что делают люди во время таких ураганов на рынках? Они избавляются от рискованных активов. Именно поэтому увеличилось количество инвесторов в облигации, но уменьшилось в акции. Именно поэтому увеличилось количество инвесторов в золото, но уменьшилось в сырье. Они хотят иметь еду, наличность, что угодно, но не рискованные активы. А риск биткоина вовсе не в его фундаментальной модели, а в людях, которые его дискредитируют. Мы даже не можем трезво оценивать возможность биткоина быть защитным активом, ведь мошенники с Plastoken за это время отмыли 1,3 миллиарда долларов в биткоинах. Это, блин, одна сотня всей капитализации актива. Более того, у них еще остается почти 40 тысяч биткоинов, большая часть которых уже пропущена через миксеры, чтобы обмануть систему KIC на криптовалютных биржах. Именно поэтому биткоины считаются рискованным активом. Именно поэтому сторонние инвесторы, выходя из рынка акций, ищут другие альтернативы, потому что мошенники такими действиями ради наживы дискредитируют биткоин. И именно поэтому кажется, что фондовый рынок и рынок криптовалюты находятся в корреляции. Но чем больше людей поймут, что такое биткоин, не как спекулятивный инструмент, не как способ отмывания мошеннических денег, а как фундаментальный проект, меняющий кардинально финансовую систему и способы взаимодействия людей с деньгами, как простой и безопасный способ транспортировать, делить и сохранять богатство, вот тогда биткоин и будет настоящим цифровым золотом. В этом и заключается моя миссия. Я хочу быть первооткрывателем, который донесет эту мысль множеству людей. Люди, которые сейчас держат золото, скорее всего, не так сильно паникуют, как остальные. Но обратите внимание, золото тоже может проседать. Если вернуться в 2008 год и посмотреть, что тогда Доу Джонс и СНП падали, мы заметим, что и золото тоже страдало, причем достаточно заметно. Оно упало на более чем 30% тогда. Так что и с ним нужно быть осторожным. В такое время, когда очень сильно штормит, самые важные вещи – это, как ни странно, наличные. Даже Уоррен Баффет пару месяцев назад полностью вышел в наличку. Также к важным вещам относятся такие, казалось бы, примитивные элементы, как еда, кровь, приют, безопасность и земля. Это достаточно понятно, ведь когда в последний раз я попробовал съесть доллар и золото, мне не понравилось. Поверьте мне, это совсем невкусно. А биткоин съесть и вовсе не получилось. Если мы взглянем на цену биткоина более внимательно, мы заметим еще кое-что. То, что здесь произошло, для многих покажется катастрофой и показалось катастрофой. Потому что биткоин пробил долгосрочную линию тренда, которой уже около 5 лет. И на протяжении всего этого времени, даже во время очень жестокого медвежьего рынка в 2018 году, биткоин всегда отталкивался от нее. Лично я не считаю это чем-то особенным, в отличие от множества других. Можно воспринимать это как исключение. Но многие трейдеры из-за этого очень перепугались, и поэтому начали срочно избавляться от своих биткоинов. И хотя мы сейчас ниже этого трендлайна, я скажу так. Если мы включим динамический волюм профайл, то увидим, что на уровне 3860 долларов у нас очень сильная поддержка. Если что, это ни в коем случае не сигнал того, что биткоин туда упадет. Кто-то говорит о том, что это отработала фигура голова и плечи, как раз пробитием вниз. Если бы цена задержалась в этом диапазоне, который я обозначил горизонтальными линиями, я бы еще что-то сказал насчет возможности существования перевернутой ГИП, но, к сожалению, нет. Это черный лебедь, ребята. Его прогнозировать крайне сложно. Кто знал, что кто-то съест летучую мышь, а спустя три месяца мировая экономика начнет спотыкаться? Это как раз то, что вы никак не могли спрогнозировать. И это именно то, чем является черный лебедь. И напоследок хочу показать вам видео с анализом биткоина по волнам Эллиота. Обязательно посмотрите этот отрывок. Он показывает, почему движение еще не закончено. Теперь смотрите, почему еще не завершено. Рассмотрим зигзаг. Дело в том, что в зигзаге у нас немножко другая структура. Не 3-3-3, а 5-3-5. Вот так вот. 1-2-3-4-5, 1-2-3, 1-2-3-4-5. Первое 5 у нас идет сюда. Вот 3. И здесь, соответственно, нужно досчитать 5 волн. А пока что там есть только 3. Смотрим. 4 часа эти от коррекции считаем. 1-2-3. Нужно еще 4-5. Дивергенция. И после этого можно уже, скажем, считать, что коррекция завершена и ждать заходной. Если будет заходной, соответственно, мы получим первое подтверждение нашему прогнозу. Вот этому с двойным зигзагом, и нужно будет искать уже какие-то входы в лонг. Если заходного не будет, что ж, нужно будет искать еще какие-то альтернативы. Но пока что вот это вот меня вполне устраивает. Переходим к эфиру. Ну а меня зовут Богатейший Ди. И даже несмотря на то, что сегодня такой день, я скажу вам, все будет просто шикарно. Зарабатывайте. И до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok